Всем привет! Вы на канале CryptoCommons, на самом офигенном криптоканале. И погнали сразу к делу, без всякой фигни. Смотрите, все сейчас шумят о том, что у нас вот-вот будет Death Cross, то есть крест смерти на биткоине. И что все это значит? Что типа мы пойдем тут за дно, сейчас эти линии пересекутся, да, и мы пойдем туда. Но на самом деле не так все просто. Смотрите. Во-первых, если посмотреть исторически на эти пересечения смерти, то у нас, как правило, никогда не бывает сразу от них дамп, а, как правило, в 100% случаях у нас бывает в них памп. То есть вот здесь все шортят, когда это пересечение происходит. И в итоге мы как раз улетаем выше. То есть давайте смотреть, где у нас с вами зеленый мувинг пересекает красный. Вот здесь это было, да. Если вы вот здесь зашортили, то вы оказались в крышеносном минусе. Потом вот здесь вот это было тоже. Посмотрите, прямо в момент пересечения, если вы зашортили, был один из самых мощнейших пампов в истории биткоина. Вы тоже оказались в крышеносном минусе. Так что статистически у нас всегда в этот момент идет рост. То есть как минимум, даже если вы верите в медвежий рынок, то как минимум это будет некий отскок. Сильный отскок, скорее всего, перед продолжением падения. Но у меня для вас более бычьи новости. Иначе не был бы я грине. Давайте посмотрим на недельный таймфрейм и увидим, что здесь никаким дескроссом и не пахло. А мы с вами знаем, что недельный таймфрейм гораздо более важный, чем дневной и чем часовой, и там минутный и так далее. На минутках только блохи торгуют, это блошиный рынок, а нормальные ребята на недельках сидят. На недельном мы прекрасно удерживаем пока 50-й мувинг, даже еще не дошли до 100-го и 200-го, так что не знаю, о чем тут говорить. И я вам хочу показать очень интересное наблюдение, на самом деле, на вот этих индикаторах. Очень мало кто вообще сейчас почему-то говорит про стахастик RSI, но у нас с вами очень интересная была тема. Смотрите, с тех пор, как мы первый раз пробили 30-40 тысяч, вот здесь у нас была коррекция с 40 тысяч до 30 примерно, и потом мы продолжили взрывной рост, с этих самых пор, посмотрите, стахастик RSI все это время падал. Это просто какая-то аномалия, на самом деле. И RSI, конечно, тоже падал и показывал нам здесь медвежью дивергенции вот на этих штуках, то есть по осцилляторам пики у нас опускались, а по свечам у нас был рост. То есть это была медвежья дивергенция, указывающая на то, что будет коррекция. Вот мы ее увидели. И по маркетсайферу тоже у нас было вот это вот подобие MACD, тоже загибалось в медвежью сторону. То есть здесь все, в принципе, указывало на коррекцию. Но фишка-то в чем? Сейчас многие спекулируют на тот счет, что это у нас огромные голова и плечи. Говорят, вот это вот, мол, голова, это плечо, и сейчас второе плечо, и тузы дно. Но знаете что? Нифига похожего. Это, конечно, у нас голова Барта, определенный. Это паттерн голова Барта, который мы не видели по-хорошему с 19-го года. Да, вот этот вот знаменитый паттерн, которым всех стригут. Но о чем это нам говорит? Что да, у него есть правое плечо, но он ведь может также и руку вверх поднять этот Барт, правильно? И сказать привет тузымуну, потому что смотрите, какая тема. Сейчас объясню. На самом деле, если вы... Давайте включим для этого EMA Ribbon, чтобы понимать. Да, про индикаторы, кто не в теме за EMA Ribbon, за все эти индикаторы. Навалите лайков, напишите комментарий, если вы хотите отдельное видео по индикаторам. Обязательно сделаем. Смотрите, вот у нас экспоненциальная поддержка наших скользящих средних. Да, она же EMA Ribbon. Если вы посмотрите, то первый раз, когда мы были с вами вот здесь на 30 тысячах, и второй раз, когда мы сейчас на 30 тысячах. Давайте я даже отключу свечи, чтобы было понятно. Первый раз, когда мы сюда дошли, у нас, скажем так, справедливая честная цена поддержки была вот в районе 15-20 тысяч долларов. А сейчас, когда мы находимся на этих же значениях, у нас уже справедливая цена здесь. Обратите внимание. То есть, на самом деле, справедливая цена, она отстает за спекулятивной ценой. Но это очень важная тема, потому что, смотрите, мы здесь улетели очень далеко, не возвращались на ретест поддержки, улетали еще выше. О чем это нам говорит? Что вот этот весь, вся вот эта голова Барта, вот это все, это был ложный спекулятивный пузырь, чтобы вытряхнуть всех с рынка. Чтобы здесь ликвиднуть шартистов, засадить в лонги хомяков, и здесь ликвиднуть лонгистов уже хомяков. Вот сейчас. Потому что, смотрите, если вы посмотрите еще раз на сетку AMA Ribbon, то вы увидите, что в целом вот она цена, честная. То есть, представьте, что вот это все была просто консолидация в районе 30 тысяч. И да, здесь мы еще не стоили 30 тысяч, но сейчас мы уже стоим 30 тысяч. Это очень, на самом деле, мощная история, чуваки. Это очень напоминает 19-й год, если вы помните, что было в 19-м году, когда у нас вроде бы закончился вот этот медвежий рынок. И потом, на самом деле, честная цена ходила вместе, вот как AMA Ribbon, в районе 6 тысяч долларов она была. Это все был год накопления. Если извлечь вот эти вот памп на 14 тысяч, где выстрегли всех шартистов, и потом дамп на 4 тысячи обратно, где выстрегли всех лонгистов. Но в итоге мы все равно полетели обратно, то есть это все было одно большое накопление, просто с выносом, сложным выносом всех, и тех, и других. Сейчас это абсолютно похожая ситуация, смотрите, мы слишком сильно набрали, то есть по-здоровому должны были вот так вот идти, и сейчас были бы здесь же, где мы сейчас. Но мы сквизанули наверх всех, кто продал, шартистов побрили, сквизанули вниз всех, кто взял наверху, лонгистов побрили. Так что теперь все, вот у нас индикаторы все разворачиваются в лонг, посмотрите. И RSI у нас на недельке повышающиеся максимумы рисуют, и тахастик тоже развернулся в лонг, и даже по маркетциферу у нас вот здесь вот загибается этот горбик, это значит, что сейчас в принципе все пойдет вот так вот. Поэтому не финансовый, конечно, сайт дисклеймер, но в целом to the moon, всех побрили, пора расти. Это мое мнение, напишите в комментариях свое, если вы не согласны, тоже напишите. Потому что, знаете, сентимент такой, что вот здесь все, кто орали, что все, биткоин уже никогда не будет ниже 60 или 55, все они сейчас вот здесь орут, что все, биткоин ждем по 20, по 9, по 15. Но это полный бред, потому что, я вам говорю, вот ультимативная поддержка уже выше, и это так не работает. Все те же самые люди, вот кто это, они как бы будут покупать в итоге по 80, по 100, и даже, наверное, они будут сомневаться и не будут покупать, а купят они уже по 150, и там будет очередная коррекция. Как бы поэтому, смотрите, конечно же, нужно присматривать за фондой, за золотом, которое тоже дипануло, потому что к разговору о золоте, кстати, оно вон как дипануло. И хочу сказать, что это не реклама, это реально биржи, на которых мы сами торгуем, просто кто-то хейтил в комментариях рекламу. Реклама у нас всегда пишется, типа, содержит платную интеграцию. Это не реклама, это наши любимые биржи, на которых мы торгуем. Золото дипануло, я в него вот сейчас перезахожу, и также здесь торгую биткоином, латкоином и другими айткоинами. Очень классная биржа Femex, хорошая ликвидность, удобное мобильное приложение, огромное количество криптовалютных пар, функции bracket order, subaccount, в общем. И также сейчас идет регистрация на турнир на Femex по вот этой ссылке из описания. Нажимаете, попадаете на страницу, состязание в паре BTC и USD, добавляйтесь в нашу команду CryptoCommons. Здесь очень много крутых команд, уже 1100 участников, призовой фонд уже 43 тысячи долларов, и он растет. Все, что вам нужно делать, это торговать, как вы обычно торгуете в паре BTC и USD, имея на счету 500 тысяч сатоши. Так что добавляйтесь в команду CryptoCommons, всем профитного трейдинга. Вот для альткоин-туземунеров только, конечно, сигнал, скажем так, на тейк-профиты, потому что на недельке у нас отскок по доминации наблюдается. Но прямо сейчас, в моменте, вот когда я это записываю, внутри этого отскока виден, на самом деле, небольшой отскок самих альтов, то есть мини-дамп сейчас этой доминации, вот на часовике. Ну, сейчас уже, кстати, опять памп. Ну, короче, непонятная ситуация, может быть, мы сейчас отвергнемся и альты пойдут, потому что я лично ставлю на большую картину. Для меня этот отскок, это часть альтсезона все еще, я верю в то, что вот этот уровень будет пробит, потому что альткоинов сейчас стало уже в разы, в десятки раз больше, чем было тогда. И если вы посмотрите на то, как было тогда, вот здесь тоже был сильный отскок. Я жду сейчас чего-то такого максимум, сильного отскока и дампа, и то, дампа новых альтов, а не старых лошадок. Потому что, смотрите, здесь были дивера, здесь было все в диверах, и указывало это на то, что типа все to the moon, а в итоге что мы увидели? Еще одно to the dno, то есть еще один, еще больший иксовый альтсезон, чем все ожидали. И сейчас то же самое может быть, сейчас нарисуют здесь вам дивера, все дела, типа биткоин, доминация, альты скам, и в итоге бам! И мы увидим все-таки, как наши голубые лошадки дадут еще по 10-20 или по 100 иксов. Мы сейчас не берем в рассмотрение тот же Doge BTC, который улетел просто в космоса, как бы это абсолютно, ни в коем случае сейчас не лезьте вот здесь вот в Doge, только если шарты набирать аккуратненько по уровням, потому что в принципе он либо еще чуть выше или отскок, и то вряд ли уже здесь понижающийся максимум, либо сразу вниз, то есть Doge BTC, именно Doge Bitcoin, это по-любому вниз, это прям финансовый совет, прям не дисклеймер, потому что, ну это очевидный трейд, Doge BTC, как он всегда делал, вот так вот, он так и сделает, только теперь с новой высоты, понимаете? Поэтому тут гадалки не ходи, я вот сейчас сам тоже буду походу Doge BTC шорт набирать, потому что он обычно резко валится. И самое место ему обратно куда-нибудь на 200, на 100 сатоши, где он и был. Хомяков тут загнали просто огромное количество, Илон Маск там со своими твитами, Вот, но при этом другие альткоины, старые голубые лошадки, такие как Dash, Litecoin, Bitcoin Cash, посмотрите, где они. Dash вообще на all-time лаях с 2014 года, вот здесь вот, где он был. То есть он в принципе в зоне накопления, в зоне реаккумуляции. Когда он сделает вот так, вот будет уру-ру-ру, мало не покажется. А он так обязательно сделает, потому что для тех, кто новый на канале, вот показываю Dash USD, Dash к доллару, у него сетка M и Ribbon только в этом году впервые развернулась в лонг. Последний раз вот она разворачивалась в шорт 3 года назад, и с тех пор был долгий медвежий рынок. Сейчас она развернулась в бычку, и пошел бычий рынок, вот повышающиеся минимумы, повышающиеся максимумы. Я не знаю, как этого можно не видеть, что это развернулось в лонг и идет сейчас вот так же, как шло вот здесь. Вот, поэтому всем to the moon, всем крышеносных хексов, что тут еще скажешь. По другим монетам все то же самое. Аккуратней, конечно же. Не финансовый совет, дисклеймер. Вот. А, ну и по сейфмунт киллеру, кто там выпендривался, что типа что за скам? Слушайте, ну, во-первых, вы все сами понимаете, на что идете, да? То есть, вот этот график, как бы, тут сейчас многие залетели на локальном хае, и теперь сейчас продают вот здесь внизу за бесценок. Но я для вас специально нашел очень обнадеживающий скрин. Я, на самом деле, это видео делаю уже второй раз, потому что у меня первый раз не записалось видео. Представляете, я сейчас все это заново переговариваю. Очень-очень странно. Вот. Я нашел для вас вот такой вот скрин. Прямо наложу его сейчас на график. Посмотрите, так же этот актив энерджи. Сейф энерджи какой-то или там энерджи мун. Такой же щиток. Ну, посмотрите, он тоже стрелял, потом упал, потом падал-падал. Три недели просто лежал на нуле на дне. И после этого что? Все вышли из него так же, как вы сейчас за бесценок продали на минус 90%. И после этого бум, и он улетел на 100 иксов. Или даже больше. Я не говорю, что так точно будет, но мне бы хотелось в это верить, потому что лично я ни монеты не продал сейф мункиллера. Больше того, я вот здесь даже докупаю. То есть я даю вам разгружаться. Если вы такие хомяки, что разгружаете снизу, вам кто-то продает, то разгружайтесь, не вопрос. Если вас поврили на этом, то виноваты в зеркале. Не надо винить гринью никого. Вот. Как бы вы знали, на что шли. Но я лично буду держать этот щиток, потому что я верю, что он может спокойно сделать. Он либо 100 иксов, либо пропал. От соотношения 1 к 100 математическое мне очень устраивает. Как бы никогда не вкладывайте в такие проекты больше, чем вы готовы потерять. Но у него все еще шансы есть полежать на дне и сделать вот так, как вот этот вот его брат. Щиток. Так что такие вот дела. Сейфман киллер. Тоже ссылку дропну в описании. Вот адрес контракта. Купить на PancakeSwap. График на PooCoin. Ну и не забудьте про все батлы. Добавляйтесь в батлы к нам в команды. А так все, как и говорил. Dash добираю. На фьючах добираю. И на кроссмарджине добираю. Dash BTC просто мега, я считаю. Беспроигрышная история. Dash BTC long, так же как и Dash BTC short. Все. Всем большущих профитролей. С вами Белгриня. И до следующих видео. Пока-пока-пока.